Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию воркшопов, посвященных вопросам интеллектуальной собственности и тема данного воркшопа «Интеллектуальные права. Кому они принадлежат и как им можно распоряжаться». Меня зовут Олег Дьяченко, я начальник отдела интеллектуальной собственности фонда «Московский инновационный кластер». Почему важно понимать принадлежность интеллектуальных прав и знать, какие способы распоряжения ими существуют? Дело в том, что интеллектуальные права и, в частности, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности обеспечивают вам ту законную монополию при использовании вашей продукции на определенном рынке. Если мы рассмотрим одно из определений интеллектуальной собственности, то оно определяет интеллектуальную собственность как совокупность личных, неимущественных и имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие авторам, их наследникам и иным юридическим и физическим лицам согласно договору или законодательству. Понятно, что количество интеллектуальных прав, возникающие на результаты интеллектуальной деятельности, достаточно велико. И конкретные права зависят от конкретных объектов интеллектуальной собственности. Мы рассмотрим сегодня те интеллектуальные права, которые возникают при создании объектов патентных прав. То есть это изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Итак, в первую очередь и главное, это исключительно имущественное право. Кроме того, возникают личные неимущественные права и для нас самое главное это право авторства. К иным правам относятся право на получение патента и право на вознаграждение за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности. О чем важно помнить? Что и право авторства, и исключительное право первоначально возникают у автора результата интеллектуальной деятельности, то есть гражданина, творческим трудом которым был создан данный результат. И здесь очень важный момент, именно творческий труд. То есть любые лица, которые оказали автору изобретения содействие, материальную помощь, организационную помощь в создании этого изобретения, не могут быть автором изобретения. Не может быть автором изобретения начальник, который просто одобрил данное направление деятельности. Не может быть автором изобретения инвестор, который дал деньги на научную работу. Не может быть автором изобретения патентный поверенный или юрист, который помог грамотно написать заявку в Роспатент и получить патент на данное изобречение. Ключевое слово это творческий труд. Включение в перечень авторов лиц, которые не участвовали в создании изобретения, либо наоборот, если компания забыла включить в перечень авторов тех лиц, которые участвовали в создании изобретения, может привести к печальным последствиям в виде аннулирования патента. Поэтому очень важно правильно определять перечень авторов, которые создавали своим творческим трудом изобретение, полезную модель, промышленный образец и другие результаты интеллектуальной деятельности. О чем надо помнить, когда мы говорим о праве авторства и об исключительном праве? Надо помнить об их разной природе. Право авторства неотчуждаемое и непередаваемое. Отказ от этого права ничтожен. То есть автор не может продать право авторства другому лицу. Если я сделал изобретение или написал книгу, я не могу за деньги продать право авторства. Но исключительное право, то есть имущественное право, легко передается третьим лицам. Оно может быть передано по лицензионному договору, оно может быть передано по договору об отчуждении исключительного права, Оно может перейти к другим лицам, например, в праве наследования и по другим способам, определенным нашим законодательствам. Что дает исключительное право его владельцу? В первую очередь владелец исключительного права на результат интеллектуальной собственности может использовать его любым непротиворечащим закону способом на территории Российской Федерации, если у нас изобретение или другой результат охраняется на территории Российской Федерации. А что значит такое использование? Он может его изготовлять, применять при изготовлении продукции, предлагать продажи, продавать, хранить, любым другим способом вводить в гражданский оборот. Как сами продукты, в которых непосредственно использован данный результат интеллектуальной деятельности, так и те продукты, которые были получены способом, запатентованным в качестве изобретения или другого результата интеллектуальной деятельности. И главное, исключительное право дает по своему усмотрению его владельцу разрешать или запрещать третьим лицам использовать такой результат. Причем отсутствие запрета не является разрешением. То есть, по сути дела, владелец исключительного права получает легальную монополию на использование своего результата интеллектуальной деятельности на охраняемой территории. Поэтому вопрос, а кому же принадлежат такие права, кому принадлежит исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, очень важен. По сути дела, кому принадлежат исключительные права, тот может извлекать экономическую, материальную выгоду от их использования. Итак, рассмотрим разные варианты. Если результат интеллектуальной деятельности создан работником самостоятельно, вне служебного задания, без использования каких-либо ресурсов работодателя, то в этом случае закон говорит однозначно, такое исключительное право принадлежит автору результата интеллектуальной деятельности. Если работа выполнялась по государственному или муниципальному заказу, в этом случае принадлежность исключительного права на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности определяется соответствующим контрактом. Такие права могут принадлежать как исполнителю, так субъекту РФ или муниципальному образованию, а также возможно совместное владение исключительным правом на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности. Если результат интеллектуальной деятельности был создан в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, то в этом случае все права принадлежат работодателю. И, наконец, еще один вариант, когда могут появиться новые результаты интеллектуальной деятельности, это вариант выполнения работ по договору. В этом случае принадлежность исключительного права также определяется договором, и права могут принадлежать как заказчику, так и исполнителю. Возможно, также совместное владение исключительным правом на создаваемых в рамках договора результаты интеллектуальной деятельности. Давайте остановимся чуть подробнее на каждом из вариантов. В первую очередь рассмотрим служебные изобретения, служебные полезные модели и служебные промышленные образцы. Как надо действовать работнику и работодателю в этой ситуации? Если работник, с его точки зрения, в рамках выполнения своих трудовых обязанностей создал потенциально охраноспособный результат интеллектуальной деятельности, он должен письменно об этом уведомить работодателя. Работодатель в течение четырех месяцев с даты получения такого уведомления должен принять одно из следующих решений. Он должен либо самостоятельно подать заявку на выдачу патента, либо передать право на подачу заявки третьему лицу, либо принять решение о том, что полученный результат охраняется как секрет производства. Соответственно, если работодатель принял одно из этих трех решений, то права на результат интеллектуальной деятельности закрепляются за работодателем, а автор получает право на вознаграждение за создание и последующее использование такого служебного результата интеллектуальной деятельности. Если же работодатель не принял никакого решения в указанный срок, то в этом случае право на получение патента и, соответственно, в дальнейшем исключительное право на служебное изобретение или другой результат интеллектуальной деятельности переходит автору. Но при этом работодатель имеет право на простую, то есть не исключительную лицензию на использование данного результата для собственных нужд. Очень важно помнить, что не любой результат интеллектуальной деятельности, который создается работником при его работе на своем месте, является служебным. Даже в том случае, если при создании такого результата работник использует ресурсы предприятия, но у него нет ни конкретного задания работодателя, ни данное направление работы не прописано у него в должностных инструкциях, в служебных обязанностях, то в этом случае права на результат интеллектуальной деятельности, мы говорим сейчас про исключительное право, принадлежат работнику. Но в этом случае у работодателя по его усмотрению возникает две возможности. Он может потребовать у работника безвозмездную не исключительную лицензию на весь срок действия патента, либо возмещение расходов, которые понес работодатель в связи с созданием такого результата интеллектуальной деятельности. То есть работник использовал помещение работодателя, он использовал приборы, расходные материалы. И естественно, в этом случае, поскольку права принадлежат работнику, может работодатель потребовать возмещения таких расходов. Казалось бы, ситуация достаточно фантастическая. Как может работник выполнять какие-то функции, которые не входят в его служебные обязанности? Но она фантастическая только с поверхностной точки зрения. Если мы говорим про научные организации, если мы говорим про университеты, если мы говорим про крупные корпоративные научно-исследовательские центры, такая ситуация может возникать очень часто. Научную мысль очень трудно загнать в какие-то определенные рамки. Поэтому вариант, когда работник получает новые результаты, не предусмотренные первоначальной программой исследования, встречается довольно часто. И об этом надо помнить компании, если она хочет закрепить исключительное право за собой. А как это сделать? Во-первых, надо очень грамотно составлять трудовые договоры со своими работниками. И в трудовых договорах, либо в приложениях к трудовым договорам предусматривать распределение прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности. Обязательно в приложении к таким договорам, либо в качестве отдельного договора, должно быть положение о вознаграждении автором за создание и использование служебных результатов. интеллектуальной деятельности. Обязательно должны быть подробные должностные инструкции с перечнем трудовых обязанностей, либо письменное задание. Последнее очень важно для IT-компаний, когда создаются новые варианты IT-продукции, новые релизы программ. И если это не предусмотреть с документальной точки зрения, существует опасность, что исключительное право на такие программы будут принадлежать не работодателям, а работникам. Если мы привлекаем сотрудников со стороны и заключаем с ними договор гражданского правового характера, обязательно в договоре должен быть пункт о том, что права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения работ по договору, принадлежат заказчику. И, наконец, самым простым и важным моментом, который может обезопасить компанию от того, что права на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности уйдут работникам, является заключением с работниками договора передачи прав на получение патента. Мы с вами помним, что первоначально исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности возникает у автора такого результата. И вот для того, чтобы не было вопросов, не было разночтений, как был создан новый результат интеллектуальной деятельности в связи со служебными обязанностями, не в связи со служебными обязанностями, было конкретное задание работодателя или оно было не очень конкретно, вот заключение договора передачи прав на получение патента закрывает все эти вопросы и закрепляет исключительное право за работодателем. Если результат интеллектуальной деятельности создан по договору, то, конечно, кому принадлежат права на такой результат, определяется договором. Не надо об этом забывать. А что будет, если вдруг договором не определено распределение исключительного права на создаваемый в рамках договора результат интеллектуальной деятельности, а в этом случае принадлежность права будет определяться предметом договора. Если предметом договора является создание конкретного результата интеллектуальной деятельности, например, вам поручено написать конкретную программу для ИВМ с конкретным функционалом, создать определенную базу данных, сделать промышленный образец, например, разработать новый дизайн верхней одежды, то в этом случае исключительное право будет принадлежать заказчику. Но у исполнителя останется право на безвозмездную неисключительную лицензию, а у автора право на вознаграждение. Если же предмет договора напрямую не предусматривает создание нового результата интеллектуальной деятельности, например, заключен договор на проведение научно-исследовательских работ, а в ходе этих работ получился охраноспособный результат, то в этом случае ситуация обратная. Исключительное право на такой результат будет принадлежать исполнителю, а у заказчика остается право на безвозмездную неисключительную лицензию, а у автора также остается право на получение вознаграждения за использование такого результата интеллектуальной деятельности. Если результат интеллектуальной деятельности создается в рамках работ по государственному или муниципальному контракту, то здесь возможны различные варианты принадлежности прав. И это тоже определяется контрактом. Какие варианты возможны? Первый вариант, что исключительное право принадлежит заказчику, то есть Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Если распределение прав в договоре написано таким образом, то исполнитель обязан уведомить заказчика о создании такого охранноспособного результата. И в течение шести месяцев, соответственно, заказчик должен подать заявку на выдачу патента на такой результат. Если это не было сделано, то исключительное право переходит исполнителю. Естественно, мы не забываем про автора, который должен получить вознаграждение. Если в договоре предусмотрено, что исключительное право принадлежит исполнителю, либо совместно исполнителю и заказчику, то в этом случае у заказчика, в роли которых у нас выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, возникает право на безвозмездную неисключительную лицензию для лица, указанного заказчиком. На самом деле это очень тонкий пункт, и компании, которые выполняют работы или получают деньги в рамках такого заказа, должны анализировать достаточно тщательно этот риск. Могу привести практический пример. Одна из компаний, которая работает на стыке биотехнологии и IT-технологии, подписала, точнее не подписала, она выиграла соответствующий конкурс на получение финансирования и должна была подписать государственный контракт. Но в контракте как раз был тот пункт о праве заказчика на выдачу безвозмездной неисключительной лицензии третьему лицу по своему усмотрению. И компания отказалась от подписания такого заказа, потому что она отлично знала крупных игроков на данном рынке, кому такая лицензия могла быть передана. Компания была начинающая, и, конечно, с крупными игроками ей было конкурировать практически невозможно. Таким образом, иногда лучше отказаться от государственного финансирования и сохранить исключительное право только за своей компанией и самому определять, кому и какие лицензии вы будете выдавать. И вот теперь мы как раз доходим до распоряжения исключительным правом. То есть, как можно получить дополнительный доход компании от владения и распоряжения исключительным правом. Глобально есть два варианта. Либо заключается с третьим лицом договор об отчуждении исключительного права, либо заключаются лицензионные договоры. Если мы заключаем договор об отчуждении исключительного права, то такое право передается другому лицу. То есть, это аналог договора купли-продажи. Если мы заключаем лицензионный договор, то передается не исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, а передается право использования такого результата в оговоренных лицензионных договоров рамках. То есть это у нас аналог договора аренды. При этом лицензионный договор может быть как простой неисключительной лицензии, так и договор исключительной лицензии. Простая не исключительная лицензия сохраняет за лицензиаром право самому использовать данный результат интеллектуальной деятельности и право выдавать лицензии другим лицам. Исключительная лицензия запрещает лицензиару самому использовать собственный результат интеллектуальной деятельности в тех объемах, в которых он передается лицензиату и запрещает выдавать лицензии другим лицам. То есть лицензиат получает исключительное право на производство и реализацию такой продукции. При этом важно отметить, что в одном лицензионном договоре зачастую могут смешиваться признаки как исключительной, так и неисключительной лицензии. Например, если у нас изобретение охраняется на территории Российской Федерации, и его владелец передает право другому лицу использовать это изобретение. К примеру, на территории Москвы и Московской области он может выдать ему исключительное право. То есть никто, кроме этого лица, не может использовать изобретение на территории Москвы и Московской области. А на остальной территории Российской Федерации действует неисключительная лицензия. То есть владелец прав на изобретение оставляет за собой возможность на другой территории и самому использовать изобретение, и выдавать лицензии другим лицам. Когда заключаем лицензионные договоры, очень важно обратить внимание на ключевые моменты сделки. А что относится к таким ключевым моментам? Во-первых, вид лицензии – исключительная или неисключительная. Если по каким-то причинам вы в лицензионном договоре не указали тип лицензии, то по умолчанию она воспринимается как простая неисключительная лицензия. Конечно, очень важно указать срок действия договора. Здесь есть два момента. Во-первых, срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия патента. И если в лицензионном договоре срок действия не указан, то он считается равным 5 годам. Третьим важным моментом, который нужно указывать и обращать внимание в лицензионном договоре – это возможность сублицензирования. То есть, дает владелец прав на изобретение лицензиату возможность в свою очередь заключать лицензионные договоры с третьими лицами или не дает. Здесь варианта тоже два. Либо да, либо нет. Конечно, надо оговорить и территорию действия лицензионного договора. С одной стороны, территория не может превышать территорию действия патента, либо другого охранного документа. То есть, если у нас есть патент Российской Федерации, то лицензионный договор максимум действует на территории Российской Федерации. Однако, он может действовать только в каких-то конкретных субъектах или областях Российской Федерации. И, наконец, очень важный момент – платежи. Здесь есть тоже три варианта. Первый вариант – это фиксированные платежи, которые привязаны к определенным стадиям действия договора. Например, вступление в договор в силу, передача конструкторской документации, начало серийного производства продукции по лицензии. Вариант второй предусматривает наряду с единовременными или поэтапными платежами платежи, привязанные к экономической деятельности лицезиата, так называемые роялти. И третий вариант – он встречается достаточно редко, но, тем не менее, встречается чаще всего при взаимодействии государственных вузов и со стартап-компаниями, когда в качестве платежей выступают только роялти. Понятно, если владельцем изобретения является вуз или научная организация, а стартап-компания хочет получить лицензию на его использование, как правило, у стартап-компании нет средств для того, чтобы первоначально заплатить какую-то значимую сумму. Поэтому договариваются, что да, мы не будем сейчас платить разовых платежей, но мы вам будем выплачивать роялти выше, чем принято на рынке. А вот тут сразу возникает вопрос, а как же посчитать роялти? И здесь глобально возможно три варианта. Первый вариант – роялти считается как процент от продажной цены продукции по лицензии. Второй вариант – когда роялти представляет собой фиксированную сумму за единицу проданной продукции по лицензии. Ну и третий вариант, который на практике применяется крайне редко – это процент от прибыли лицензиата, полученный от реализации продукции по лицензии. Как правило, делают выбор между первым и вторым вариантом. А как сделать выбор? А очень просто. Что проще контролировать – денежный или товарный поток лицензиата? После того, как мы сделали выбор способа расчета роялти, естественно, основной вопрос – а размер роялти какой? И вот здесь на помощь приходят таблицы и табличные данные, которые говорят о средних ставках роялти в различных областях промышленности и технологии. Как правило, все эти ставки колеблются в интервалах от 2 до 5%. Но, опять-таки, это средние данные. А мы же, когда участвуем в переговорах, хотим знать, а насколько мы можем сдвинуться в ту или иную сторону? Какие есть до нас данные о величинах роялти в данной области? И вот приведенная таблица, которая показывает распределение роялти в областях науки и техники по процентам, говорит, что да, для большинства областей наиболее употребимые ставки роялти действительно лежат в интервале от 2 до 5%. Но есть отдельные сделки, где ставки роялти могут быть как меньше, так и существенно больше и доходить до 20-25% и далее более процентов. При этом надо отметить, что картина по ставкам роялти аналогичная России и в других странах. Вот здесь приведены ставки роялти в Соединенных Штатах Америки. Мы видим, что да, действительно, средние ставки находятся в том же интервале 2-5% для различных областей науки и промышленности и технологии, как и в России. Но разброс минимальных и максимальных ставок роялти очень велик. Поэтому при ведении переговоров, при определении ставок роялти понятно, изначально в качестве базовой мы берем те самые средние, наиболее употребимые ставки. Но, зная вот этот разброс ставок, мы уже можем понимать, а в каких пределах мы можем торговаться, что мы можем предложить, какие дополнительные условия, чтобы увеличить или уменьшить ставку роялти в зависимости от того, кто мы, лицензиар или лицензиант. Еще одним способом расчета ставки роялти, либо определения, а насколько корректно мы посчитали ставку роялти в первоначальном договоре, является правило 25%. Берутся базовые экономические показатели компании до заключения лицензионного договора и после заключения лицензионного договора. Смотрится, как изменилась чистая прибыль компании. И чистая прибыль компании умножается на 0,25. То есть берется 25% и потом пересчитывается этот процент на процент от объема продаж. Вот здесь приведен некий гипотетический случай компании, где в результате при пересчете получается, что ставка роялти составляет около 7% от объема продаж. То есть находится очень близко к тем средним значениям, о которых мы говорили ранее. О чем еще необходимо помнить при заключении лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права? Если результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, а это любой объект патентных прав, либо если вы добровольно зарегистрировали программу для ЭВМ и базу данных, то отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, залог этого права или предоставление права использования зарегистрированного результата интеллектуальной деятельности в обязательном порядке подлежат государственной регистрации. К заявлению на государственную регистрацию по желанию сторон можно приложить либо подписанное сторонами уведомление о переходе такого права, либо удостоверенную нотариством выписку из соответствующего договора, либо сам договор. При несоблюдении прав о государственной регистрации перехода права считается сделка несостоявшейся. То есть, если вы заключили лицензионный договор, но не зарегистрировали его в российском патентном ведомстве, считается, что такого договора нет. Это очень важный момент и заключая лицензионный договор, надо обязательно в договоре предусмотреть пункт, какая из сторон является ответственным за государственную регистрацию и в течение какого срока такая государственная регистрация должна быть произведена. Сегодня мы с вами узнали, что такое интеллектуальные права, какие права входят в их состав, обратили внимание на исключительное право, у кого оно возникает, как компании закрепить исключительное право за собой для того, чтобы получить возможность на дополнительные материальные выгоды от его использования. Продолжение следует...